15 ноября в музыкальном театре фольклора «Русская песня» прошел день первокурсника 2017. Торжественная церемония чествования студентов-ингушей и отличников из регионов СКФО. Поздравить ребят с новым этапом их жизни пришли руководитель Федерального агентства по делам национальности Игорь Баринов, полпредпрезидента на Северном Кавказе Олег Беловенцев, сенатор, глава Комитета по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина и депутат Госдумы Ирина Ильичева. Добрую традицию заложил глава Республики Ингушетия Юнус Бек Евкуров. Самое главное сегодняшняя задача – те, которые учатся, 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 еще раз учатся, а те, которые завершают учебу, чтобы они себя нашли в жизни. Не только ждали бюджетное место где-то в какой-то структуре, а чтобы они могли себя найти и в корпорате, в коммерческой структуре, чтобы они могли сделать свое дело, чтобы они ориентировались в жизни. Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовнич направил участникам мероприятия видеообращение. Академик рассказал о сотрудничестве между ВУЗом и регионом. Много добрых слов в адрес учащихся сказали почетные гости вечера. Это фундамент на всю вашу оставшуюся жизнь. Это то, такого периода в вашей жизни больше уже никогда не будет. Это опыт получения знаний. Это опыт формирования вашего мировоззрения. Это опыт взаимоотношения с людьми в разных национальностях, разных горосповеданиях. Это просто дружба, которую вы во многом принесете через всю свою жизнь. Мне вспомнились слова Антона Павловича Чехова, который писал, «Есть у меня на свете два человека, для которых я никогда ничего не пожалею. Это мой отец и мать. И если когда-либо я высоко стоять буду, я всегда буду помнить, что это дело их рук. Помните своих прекрасных родителей». Студентов, показавших наибольшие достижения в науке, культуре и общественно значимых делах, наградили первой национальной премией лучшие студенты Ингушетии. Лауреатами стали 33 представителя республики и 12 студентов из других регионов Северного Кавказа. На праздничном концерте выступили прославленные музыкальные коллективы России и Ингушетии. Свои лучшие хиты подарила ребятам певица Анита Цой.